ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Острогожского района прошло торжественное мероприятие в день юбилея. Прежде всего, хочется вас поздравить с этим юбилеем, с 95-летием, с Днем образования, профсоюза работников государственных учреждений и общественно обслуживания. Вы принимаете активное участие в жизни района, в жизни каждого работающего человека, создавая нормальные условия для труда. И я желаю вам здоровья, благополучия, счастья, единства в профсоюзных рядах, новых успехов в вашей ответственной работе, на благо нашего города, на благо нашего района. А что касается Острогожского района, то наш город и район очень благодатный. Мы здесь с вами живем, трудимся. Он самобытный, он имеет большие традиции, он, самое главное, имеет очень хороших людей. И все славные традиции мы вместе с вами применажаем. Вместе с тем, это современный, динамично развивающийся город и район. И вот роль общественных организаций, особенно профсоюзовая, в ее развитии далеко не последняя. С 2008 года в районе работает районная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Работает Координационный совет по охране труда. Общественный совет при муниципальном отделе Министерства внутренних дел России. 95 лет назад, в 1918 году, в Москве состоялся первый Всероссийский съезд профессиональных союзов служащих. На нем делегаты от 90 организаций из 67 городов учредили Объединенный профсоюз. 95 лет – это, конечно же, большой период жизни общественной организации, которая за свою историю, как и страна, переживала всякое – и взлеты, и падения. И тем не менее, во все времена профсоюз служил одному, как бы он ни назывался. Давайте вспомним, кто давно в профсоюзе. Помните, школой коммунизма называли профсоюзы, правда? И приводными ремнями партии называли. Но вне зависимости от названия, профсоюз всегда выполнял одну функцию – представлял и защищал законные интересы членов профсоюза. Когда профсоюзное движение было основано в Острогорском районе, в нем было всего 4 организации. Сейчас их уже 33 и 771 человек. Подписываются территориальные соглашения, решаются проблемы рабочего населения. Райкомпрофсоюза осуществляет многоуровневую систему социального партнерства. С администрацией, руководителями, дружественными профсоюзами. Проводится учеба актива, обучающие семинары. И это все происходит с помощью обкома профсоюза, с помощью Тамары Михайловны Кузнецовой. Оказывается, консультативная помощь не доводим до суда, если можно решить мирным путем некоторые конфликтные ситуации. Твердые и уверенные шагая в ногу со временем, профсоюзы окрепли и уделяют особое внимание молодежи. Создан Совет молодых работников, который отстаивает интересы занятости, здоровье, социального статуса. Мы, будущее нашего района, работаем на основании положения о молодежном совете. На последней отчетно-выборной конференции Тамара Михайловна Кузнецова, председатель обкома профсоюза, рассказала о молодежной политике. И на первом заседании райкома было принято решение о создании Совета молодежи. А это мы, Совет молодежи. Среди нас юристы, экономисты, педагоги, социальные работники, молодые люди, с которыми притворяются в жизнь программа молодежной политики «Профсоюзная молодежь» Воронежской области 2011-2015 годов. Молодое поколение, как никто, знает свои проблемы и пытается их решать. Советы создаются для подготовки, пополнения кадров и актива. В разделе молодежной политики профсоюза основными правилами считаются оказание помощи в профессиональном обучении, освоение смежных профессий, содействие в трудоустройстве. Острогожский совет молодежи – это восемь представителей различных организаций, но с определенной жизненной позицией. Активные, культурные, талантливые, интересные, веселые, интеллектуальные, спортивные, тактичные. Дипломы и грамоты получили в этот день те, кто содействует работе профсоюза, понимают основные цели и задачи объединения. Кто знает, что правком заботится о людях, их здоровье, их делах. Кому профсоюз всегда будет – соцзащитник и соцстрах.